Здравствуйте, уважаемые зрители! В данном видео я хотел бы рассмотреть, как можно использовать флеш-носитель с битыми секторами, при этом не прибегая к каким-то сложным программам для восстановления. Да, к сожалению, наверное, у многих владельцев флешек наставал такой момент, когда ты записал что-то важное на нее, потом вставляешь в гаджет, пытаясь считать информацию и понимаешь, что на флешке появились битые сектора. Бывает еще хуже вариант, флешка периодически не определяется или совсем не определяется. И вот как раз я хотел бы рассмотреть данную тему. Сразу упомянусь, не буду здесь говорить о каких-то сложных программах для восстановления, которые, например, важны, если что-то случилось с микроконтроллером, да, там с прошивкой, скажем, самой флешки. Это тема для других видео, ну и в принципе таких роликов полно на youtube. Еще раз, вот такую информацию, которую, в принципе, может использовать даже пользователь компьютера с такими базовыми знаниями. И в один прекрасный момент случилось, что моя флешка перестала хранить определенную информацию. То есть ты записываешь, например, фильм, он частично воспроизводится, а дальше ступор начинается. Дальше еще хуже. На некоторых устройствах она перестала определяться. Я использовал различные программы для восстановления, поскольку работаю инженером электронщиком, но оно не помогло. И я заметил одну важную деталь, о которой хотелось сейчас упомянуть. Первое, это то, что связано с размером кластера и самой файловой системы. По умолчанию там стоит FAT32, но поскольку я данную флешку использую для того, чтобы инсталлировать различные операционные системы, то есть как загрузочный носитель, она была отформатирована в NTFS. После того, как я заметил при очередном форматировании данную деталь, я вернул на FAT32 со стандартным размером кластера. И вот эти все проблемы с неопределением ушли на нет. Поэтому первый шаг, который я хотел бы вам сказать, если у вас периодически флешка не определяет, попробуйте переформатировать ее, чтобы была стандартная файловая система со стандартным размером кластера. Второй момент, это надо учитывать то, что программы по восстановлению не всегда могут помочь. Почему? Потому что, по сути, флешка это, грубо говоря, такой набор из матриц или ячеек памяти. Кому в транзисторы используется, в дорогостоящих носителях информации, где важно, чтобы она не пропала, используется двумерная система. В таких, более пользовательских, используется трехмерная система, то есть когда эти ячейки не только в одной плоскости расположены, но еще и по высоте тоже. Учитывая тот факт, что при перезаписи информации на флешку, этот подзатворный диэлектрик, который там есть, он постепенно изнашивается каждый раз, то настает такой момент, особенно у недорогих носителей, где используется дешевая технология матрицы, что определенный кусочек просто выгорает и туда уже ничего нельзя записать. Как я поступил в такой ситуации? Я экспериментально нашел, на каком участке моей флешки находится, скажем, эта черная дыра. И я туда записал файл, который, по сути, мне не нужен и который не планировал использовать. И таким образом закрыл эту дырку. Я начал записывать на флешку различные данные и заметил, что при считывании как бы ничего не пропадало. Подведем итоги. Если ваша флешка начала неадекватно себя вести, первое, переформатируйте стандартную файловую систему, к примеру FAT32 и второй. Попробуйте экспериментальным путем определить, где у вас черная дыра находится и запишите на этот сектор ненужный файл для использования. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч на YouTube!